И снова всем здравствуйте! Вы находитесь на канале Жизнь на Юге Англии. Меня зовут Галина. И сегодня у нас 24 июля 2022 года. И в Англию пришла жара, друзья. И вы знаете, наверное, больше двух недель уже жара от 29 градусов и выше. Что, в общем-то, очень необычно. И был даже один день, по-моему, на прошлой неделе, я точно уже не помню, когда это было. Но все каналы BBC целый день тараторили о том, что температура в Лондоне и вообще в самой центральной Англии, да и у нас, конечно, на острове Уайт, она превысила плюс 40 градусов. Можете себе представить. Такой жары не помнят даже старожилы. Ну, сейчас уже, конечно, не плюс 40. Вот сегодня плюс 26. Я гуляю по пляжу по-шикарному. И хочу вам рассказать немного. Вы видите, что здесь много очень отдыхающих. Англичане отдыхают по-разному. Не только лежат на пляже или сидят в шезлонгах, но они еще и активно очень сильно отдыхают. Так вот, я хочу вам рассказать сегодня, что произошло, что случилось за то время, пока меня здесь не было, и когда я вернулась, какие у меня произошли здесь новости и перемены именно в моей английской жизни. Да и вообще расскажу вам немного об Англии. Мы с вами давным-давно не обсуждали тему ковида. Я не знаю, как там у вас с ковидом сейчас происходит, но вот вы знаете, странное дело, что с 24 февраля все страсти по ковиду закончились просто в одночасье. Все моментально выздоровели. Как у меня пошутила одна моя знакомая, что Путин всех сразу вылечил. Ну, понимаете, вот, ну, может быть, тут немножко неправильно сказано, но вот так. По крайней мере, насколько я знаю, что все замолчали, никто вообще об этом уже не говорит и не вспоминает. И в связи с этим у меня какое-то странное такое впечатление. Вы знаете, это что получается? Это был такой грандиозный обман. Афера, которая вот так вот проникла всемирно, и кто-то на этом очень хорошо просто руки нагрел. Опять же, мне тогда непонятно, почему столько людей погибло. По крайней мере, вот у нас здесь в Англии, видите, смертность была очень высокая. И поумирали от ковида, наверное, там процентов 60 очень пожилых англичан, которые находились в домах престарелых. Да и вообще мы все это слышали и знаем. Вот для меня эта история абсолютно непонятная. Второе, о чем бы я хотела вам рассказать, это о ценах здесь, насколько здесь поднялись цены английские. Вы знаете, я так скажу, да, на бензин и на дизельное топливо очень поднялись цены. Сейчас у нас вот бензин, который я обычно брала, он стоил 121 фунт за 100 литров. Сейчас он стоит 185 фунт. Коммунальные платежи, конечно, тоже немного подросли. Все тарифы выросли, особенно, конечно же, как вы понимаете, на газ. Но здесь английское правительство включилось и очень даже неплохо помогает гражданам, у которых низкий доход, прожиточный минимум, если составляет у них 20 тысяч фунтов в год, то такой категории граждан в апреле месяце было выплачено, по-моему, сначала 140 фунтов, а потом еще 150 за месяц. И сейчас, вы знаете, пришла помощь 650 фунтов в июле месяце. Это именно вот на предстоящие платежи по газу. Вот я тоже получаю, так как у меня доход меньше 20 тысяч фунтов, поэтому я получила тоже вот такую единовременную помощь. Даже ее никто не заказывал и никто не просил, не заявлял. Просто она приходит автоматически к каждому насчет. Ну и еще, что я хотела вам сегодня рассказать, это конкретно о том, что произошло именно со мной. О себе любимой, ну и, конечно же, о своих цветочках любимых. Ну куда же без них. Вот сейчас покажу вам, друзья, одну историю. Все вы помните, вероятно, мою вот эту прекрасную пеларгонию, которая у меня растет у входной двери, и которую я вам показывала с радостью все время. И вот смотрите, что произошло. Вот смотрите, что случилось с моим чудным бедным цветочком. Он весь завял. Представляете? А потому что я уехала всего на три недели и попросила мою соседку немножко его пополивать, поухаживать. Ну и вот, представляете, никто и ничего. Очень жалко, конечно, мне мой цветочек любимый. Я его стала сразу же поливать, конечно, но он не погиб, но уже весь цвет у него ушел. Еле-еле-еле он ожил. Я попросила его поливать мою соседку Джун, которая, помните, я рассказывала вам, кто не видел, посмотрите видео в правом верхнем углу. Она продавала свою квартиру. Продавала давным-давно. Я уже даже не помню, по-моему, больше полгода прошло. Все висело там. Это надпись о продаже. И покупателей она нашла очень быстро. И уже вроде как сделка была почти оформлена до конца через юристов, как это здесь бывает. Но это обычно занимает долгое время. И вот оказалось, что сделка сорвалась. Вот так странно бывает в жизни. Отказались покупатели в самый последний момент. И сорвалась сделка. Никто за это не несет никакой ответственности. Ну и может быть, из-за этого, так как расстроилась Джун очень сильно, может быть, она и про цветок-то мой забыла. Что еще хочу вам рассказать? Вот показываю вам опять свой дом. И хочу показать вот это вот дерево. Дерево липы. Огромное, вы видите, да? И вот оно разрослось так, что оно уже мне там ветками стучит в окно. И, конечно, дерево красивое, но оно очень старое. Оно уже даже практически и не цветет. Вот, посмотрите, показываю вам его поближе. И вы знаете, вот этот сосед снизу, вот его тут окна внизу, он мне пришел и говорит, а давайте-ка мы с вами попробуем отпилить эти ветки. Вот я несу ответственность за это дерево, так как оно на моем участке растет. Я там хочу кое-какие ветки отпилить, потому что очень темно. Я говорю, вы знаете, я полностью за, потому что эти ветки, они скоро тоже мне весь свет закроют на моей кухне. Сейчас покажу вам, как это все выглядит изнутри. Вот смотрите, видите, у меня в кухне уже вот это малюсенькое окошко. Оно вообще все полностью закрыто этой листвой липы. Ну, как-то, знаете, не очень. Вот это вот рядом, уже и сюда она распустила свои листья. И вы знаете еще что? Там же такой вид грандиозный, вот чуть-чуть его видно, но уже я никакого заката отсюда ничего не вижу. А здесь, видите, уже это окошко во двор. Ну, и вот последнее я показываю здесь, с краю еще у меня окно. Тоже все закрыто этой липой. Вот общий взгляд, посмотрите. И мне бы, конечно, хотелось, чтобы у меня открылся вид прекрасный. Я говорю соседу, я представляю, как там у вас темно внизу, если даже у меня сейчас уже на втором этаже весь свет закрыло это дерево. И он говорит, да я бы, вы знаете, даже полностью это дерево спилил. Но необходимо разрешение. И вот когда он обратился в местную мэрию за разрешением спилить это дерево, то дерево спилить ни в коем случае не разрешают. Они сказали, что только ветки возможно. И то, вот он подал заявку и говорит, что сейчас эта заявка будет рассматриваться от 8 до 10 месяцев. Представляете? Ну вот, значит, будем ждать 10 месяцев, разрешат ли нам спилить вот эти вот ветки с дерева. Я, конечно, противник спиливать такие красивые огромные деревья. Мне нравится, в общем-то, листва. Но, понимаете, когда уже она настолько закрывает все окна и весь просвет, и даже уже угроза того, что она мне когда-нибудь окна разобьет, тут уже, как говорится, не до хорошего. Ну, будем ждать, что получится, дадут ли нам на это разрешение. Все это здесь очень медленно происходит. А на экране у нас сейчас теплица и оранжерея в Осборн-хаусе. Это мои съемки на, по-моему, начало июня. Видите, еще пионы здесь цветут. Но это я так, для тех, для кого это интересно. Еще и то, что на экране происходит. И еще один сюжет, которым я сегодня хочу с вами поделиться. Вот я еду в своем любимом автобусе в двухэтажном, и вижу я здесь такие надписи рекламные, о которых я вам много раз говорила. И давайте мы их сейчас прочитаем и посмотрим. Вот первая надпись написана. Каус, you can't milk. То есть каус вы не можете подоить. И дальше фрешуата, you can't drink. То есть свежая вода, которую вы не можете выпить. Вот такой вот здесь каламбурчик, который обожают на острове Уайт. Я вам об этом тоже рассказывала. Интересно, вот, например, каус, это корова. Ну, а здесь на острове Уайт, каус, это название города. Я рассказывала вам, почему он называется корова. Видео вам сверху всплывет, кому интересно, и кто не видел еще. Так вот, каус, you can't milk. Интересная вот такая история, да? Если те, кто не очень хорошо знает английский язык, может удивиться, потому что milk – это молоко. Так вот, you can't milk вроде как непонятно. Но milk также имеет еще одно значение, как глагол. То есть, milk – молоко, а milk как глагол будет доить. Или даже еще извлекать какую-то пользу. Есть такой перевод. Поэтому вот такой вот английский язык, он очень интересный. И одно слово может быть как существительным, так и глаголом. Ну, и вот это вот Freshwater – это тоже такой город. Здесь на острове Уайт, это обозначает чистая или свежая вода, кто как переводит. Ну, и вот тоже шутят на острове, что Freshwater – чистая вода, которую невозможно выпить. Непонятно для тех, кто не знает название городов здесь на острове Уайт. Ну, а у нас это уже такие вот интересные, как бы маленькие уже шутки-прибаутки. И снова я обращаю ваше внимание на вот эти вот красивейшие клумбы. Это Osborne House. Каждый год здесь на клумбах высаживаются разные цветы. Вот в этом году вот такие цветы. Если кому интересно посмотреть, какие еще цветы здесь бывают и вообще красоты Osborne House, пожалуйста, видео в правом верхнем углу. А я, друзья, на этом с вами прощаюсь. Всего вам доброго. Надеюсь, что вам понравилось то, что я сегодня вам рассказала. И, пожалуйста, поставьте лайк. Хотя бы лайк. Всего всем доброго. Всего всем хорошего. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok